Игорь Анатольевич, хочется знать все-таки вашу позицию. Она действительно однозначна? Или вы даете возможность Воднику как-то оправдаться? Великий, могучий русский язык — это игра. И игра, которая сформирована, исходя из целого набора внешних факторов, которые сложились вокруг Водника. Во-первых, первое и главное, что я хочу донести до горожан, позицию моего как губернатора, никому мы Водник в обиду не дадим. Никому. Ни титулов никаких не боимся, ни званий, никому. Поэтому все, что будет происходить вокруг Водника, это наша ответственность, наши интересы, это наша команда. Любой другой посыл — это предательство истории этой великой команды. Поэтому, конечно, я абсолютно не приветствую то, что команда играла именно таким образом, не объяснив это болельщикам. Главный в игре — это болельщик. Это человек, который пришел для того, чтобы получить соответствующие эмоции от этой игры. Конечно, здесь был набор отрицательных эмоций, реакции людей, они тоже понятны. Но сейчас, когда мы заглядываем вглубь тех процессов, которые предваряли эту игру, то, конечно, там очень много печального и требующего, мне кажется, разговора на очень профессиональном уровне. И система подготовки игры, самого турнира, те уровни выхода команды и порядок выхода команд в следующие этапы, они все такие, не спортивные. Они поддаются внешним настройкам. И мне кажется, именно поэтому команда воспротивилась тому, что независимо от того, как ты играешь, внешние настройки могут повлиять на дальнейшее позиционирование команды. У нас хорошая команда «Водник». Мы очень трепетно относимся не только ее к истории, но и к сегодняшнему дню. Я часто встречаюсь с ребятами, мой разговор, который с ними был, он ориентирован на то, чтобы их поддержать, сделать так, чтобы болельщикам было не стыдно за то, что они совершают. Но при этом, если они чувствуют уверенность в своей позиции, и руководство команды, и сами игроки, то, безусловно, отстаивать ее и бороться за правду. Мы, повторюсь, наш «Водник» никому в обиду не дадим.